итак анш абдуль братья сейчас я сделаю обзор nintendo 3ds сегодня пошел купил как вчера узнал фантомаса оказывается хоть какая-то польза что вышло 3ds а что-то это пропустил я бы раньше купил ты я это не ждал особо мне она не нужна была у меня две предыдущие были nintendo ds обычный самый первый и потом вторую купил где-то еще полтора года назад и там поиграл число 2 года вот этот и все больше даже не включал даже зарядника от нее потерял она просто валяется и все вот но опять что они сделали низко качественные комплектующие дерьмовые запихали дешевые и как-то и выдали это под какой-то революции очередной как они с ним давить сделали хотя там единственное что там интересного что только 3d экран и то в чем дело уже когда это вышло ds уже появилась будет так уже на рынке куча видеокамер которые в 3d снимают фотоаппаратов среда экраном и прочее то есть единственное что они сделали они анонсировали это раньше других вот как бы на и три еще прошлый там или когда когда еще никто не слышал что есть такие уже экраны 3d без очков они это анонсировали вот и ну игру и одну купил страдфайтер то что он больше покупать не было ничего там все говно там запомните сейчас там две игры хорошие этого то гост рекон и его там небо не не нашел тактическая пирт я вообще тактическую хрень это люблю со всякого пошагово вот а тут еще 3d я был от ее лучше купил страдфайтер и страдфайтера ну по графике что можно сказать ну ну как ну график уровня нинтендо витки плюс всякие пользования картриджа то есть там заставки порезанные порезанные заставки так сказать они уменьшены при этом они не 3d заставки и главное как они порезали граф потом короче можно было сказать что это нормально страдфайтер чуть ухудшенной графикой то есть сильно ухудшен то что эти экраны эти красно крайне низкого разрешения там 30 до 20 пикселей там один экран и 400 пикселей второй то есть крайне отвратное качество крайне отвратный тачпад со сравнением с айфоном то есть это кусок доисторического металлолома выглядит по сравнению с айподом 4g или даже ipad то есть то есть она уже устарел и вышла если мне это 3d экран то есть это вообще тупиковая ветвь революции вот эти вот сейчас приставки кому не нахрен нужны там 2000 игра стоит когда на айфоне там 500 тысяч приложений из них там 300 тысяч игру любую бесплатно закачивать там на магазин целый пиратские все это есть и онлайтом и все и ждать разрешение там и и он быстрее работает сейчас же сейчас же вообще он реал запустили движок на айфоне а сейчас вышел ipad 2 тогда вообще производительность бешеный там два двухпроцессорных там евгерцевых процессор или сколько блин кажется совсем бешено уже производительность а это уже явно там устарел и какой-то чип они самые какой-то саны достали ни копейка какой-то вообще допотопный сверх говно какой-то лишь бы показывал во все и сто копейки опять всех наебали опять эти катоджи ну в общем так ну естественно это лучше чем nintendo ds то есть и думаю ситуация будет такая же как и space play ds то есть они вот это выпустили за счет всяких вот фишек вот они гераскуф вроде как добавили touch screen ну touch screen сейчас никого не удивишь но и 3d графика 3d графика она действительно хорошая даже мне приятно было играть хотя меня ничем не удивишь то что нет давно 3d экрана с 3d карты совсем 3d монитором я себе купил я могу сказать что не знает 3d она как бы он только она поначалу будет круто потом привыкаешь это уже не имеет значения но к именно на данный момент вот на именно консоли это оправдано что именно без очков то что на компьютере даже скажу такое что не стоит игра 3d режима если компенсируется два раза медленнее и при этом надо эти очки одевать очки они действительно мешают и они не очень неудобные даже пусть самые хорошие nvidia они даже хуже чем которых кинотеатра где там обычно используется и чески или как их вот эти затворные то есть вообще они еще и мерцают оправдать почти не замечено за ту батарейку ник не они садятся вот сколько уже пользуюсь вообще не заряжал месяц эти очки они вообще ну вот так что звук там трехмерно вот это вот вот эти струйные приложения там всякие головы летают звук это так бездарно у бога выглядит вообще там сетевые возможности крайне никакие браузер сейчас не работает там пишет апгрейдом она обновится вот там демки это connect в общем ну играл страдфайтером возможно даже лучше страдфайтер из всех частей да чем он обрезанный там вроде бы персонажа нормальный но там сильно обрезали задники очень сильно и стали двухмерные практически то есть двухмерные задники а зрители и зрители которые были подвижны и всегда как-то реагировали вот это была фишка вот именно вот это вот так что круто было там задники охраненные вообще там вот как бы файтинг там особо улучшать то нечего там двое на плоскости берутся дерутся и все а вот задники и всегда вот можно улучшить и там это было очень круто они войти спать тут они просто спрайты стоят причем ладно еще сдвигались бы спрайты так они просто сточечные спрайты запихали в это и все который вообще никаких рисов но просто из 3d сцены превратили в 2d сцену ну то есть по квадрат с текстурами так сказать по бокам уж так сказать и спрайты поставлены вот но сказать добавление режим режим из плеча вид из плеча вот и это меняет полностью то есть как бы специально сделал что показать что 3d и действительно прямо вообще другую другую другая камера просто расположена ну там даже сложно объяснить где она расположена потому что такого играх и раш даже не видел ну то есть как за спиной справа и и когда ты идешь ты на должен вперед на нажимать они вправо то есть меняет и кстати может из-за этого уровня вы дисфицировали то что 2d все-таки такую 3d сцену сделать легче чем вот 3d когда ты видишь прямо туда туда зад вперед ходишь пришлось видимо перес дорисовать эти сцены ну как не какой-то анти ясенка вообще там никакого нет все крайне погано выглядит но и за счет и маленького очень маленький манидор очень маленький мы все погано но в принципе сойдет для сельской мы местности ну то что нитендо ds она же вообще 3d примерно графику не показывала считайте она вот таким дерьмом что это это просто это уровень дар хуже чем нитендо 64 то есть такая параша там 3d игры то есть например это я помню как сейчас помню играла сплинтер сел на во все игры играл на нитендо дс спинтер сел такая параша как на там выглядит это это просто это какой дерьмо это просто коридор длиной 3 метра в котором один враг находится в котором выдают игра один кадр секунду который у него надо 5 минут целиться чтобы попасть все это это такая параша 3d игры игры на нитендо дс но на 3d с и тут в графику хотя бы теперь это позволяет хоть какую-то график сделать по крайней мере уровне псп 1 даже лучше еще 3d графики хотя я думаю все эти загнутся этих говно с выходом айфона вот если на iphone добавит 3d его когда-нибудь добавит это вообще жуть какая будет и кстати на их на фоне это управление но круче чем даже на этой ds уже там даже нет как бы необходимости в этих кнопках то есть такой колбасный тачпад что вообще-то тут древний какой-то тачпад вообще просто отвратный блин ну дизайн там наушники зато круто подсоединяется вот теперь вниз они подсоединяются в общем блин ну короче надо покупать вот как взломают чтобы бесплатно в игры играть и кстати я слышал что r3 адаптер можно взломали что можно играть и старые игры для ндс там надо попробовать так что у меня есть м3 адаптер знает как это делать напишите в общем более ну самая крутая портативный консульта естественно ipod 4g 0 или iphone 4 но потой конец то что фон 4 он в два раза толще iphone до 4g и отличаясь тем что только звонить по нему можно и он тяжелее толще iphone 4g он вообще как из будущего просто вообще там же там же я skype настроил там можно звонить и прям и видео там же skype сейчас facetime поддерживать можно сказать звоните две видеокамеры будут работать то есть вообще уже никакой телефон это не нужен может до денег положить и звонить на любой телефон лучшим полин очень чего-то такой вот такой вот обзор 3ds но в принципе что ждали то и получили в принципе грань ну комплектующий как всегда говно лично на п на это psp2 или как нгп будут они гораздо лучше этому разу в два это как минимум будет мощнее да да уже даже iphone мощнее этого 3d с а это и сразу видно там даже просто как бы не игра не делают проблем эти и полске вот и фигни там не делают нормальные игры там делают на пять минут игру потыкать так тыкать там есть вот ну если вот появились эти тип демки где крутая графика тот же call of duty вот этот портированный это еще в 1 утро речь вот вот этот вот где вот за в замке дерешься это вообще как этом графа она и попадет 2 там такая графа что просто закачаешься то есть вообще как на компьютере то считаете как стоить после дорог 10 просто вообще просто такая откладная ну реально желтый на полную силу работает вообще сам запустил еще на 1 обычной май парти в принципе мой айпад 2 я не знаю обзор тоже можно сделать купить что ли его нафиг нафиг он нужен когда там они через полгода опять выпустят айпад 3d что и подвал вообще вышел с поганым тем же экраном 1080 пикселей вообще просто такой же принцип какой бак 2 они они он должен был ipad 1 быть они в специальности дерьмом сделали то что они знали что другие страну не могут сделать они типа сделают были они сразу эти камеры могли сделать они сразу вот тоньше могли быть сделать два раза то что вышел уже в тот же момент ipod 4g и он был тонкий вообще этому звернород объебывает реально сони бляди а в нинтендо вид и жадные жадные твари скоты что-то столько это параши стоит нинтендо вид такой говно в там такая сраная графика такой дерьмо все то есть еще там был контроллер типа просто придумали ко всех обмануть и это было рискованный так сказать вариант такой дерьмо выпускать эти с графиках уровне ps2 ты хуже первых с бокса ладно ну блядь ну короче нинн это интерес надо покупать как только взломают чтобы сразу на флешку там 5 гигабайт поставить все игры ром перекачать играть них там нормально там со всеми делами покупать вот-вот-вот параши вот за две тысячи игры там это играть это вообще вот там из портативные игры тратить деньги это это вообще абсурд и ищешь на playstation 3 то одна параша там вообще вообще там в общем да в общем ничего себе это ты параши не представляет кроме как 3d экрана и то уже завтра уже в каждом устройстве эти 3d экраны будут я уверен вот он через полгода уже в каждом телефоне будут 3d экрана еще более продвинутые вообще сейчас уже и сейчас уже тачпада идут с обратная текстуру почувствовать а тут это такой парашный тачпад это просто такой же как в этом дрессе же так да посмотрим игр там еще раз повторюсь вот нет нормально только пару игр известно какие можно зайти на любой сайт это критика там ли чего а показывать я думаю нет смысла в этом я же не какой-то придурок нищеброд который что-то купил вы смотрите и распаковываете у меня это ведь я купил это какие-то что я говорю это правда да буду абдулов всегда говорят правду это голос правда я не сказал и купила я купил от игрок у дня вот и все а в street fighter есть онлайн-режим причем и достаточно нормально правда глючит раза 10 раза получается зайти да причем можно играть в аркаду и во временных те могут получиться соперник и вот из-за этого может как раз стоит эту игру купить бойцов там 35 вообще там новые локации добавили там новую одежду там все то есть даже то что надо было открывать там обычный файтер 4 это еще супер степь файтер 4 то что мы открывать там было изначально открыто но и тут еще добавили там даже персонажей добавили там до хрена всего прикрутили там еще трофеи там типа прикрутили там и фигурки к типу корзин твл 5 знаете можно там раскручивать ими обмениваться что-то вот это покемнизация покемонизация вот это пошла в общем аншабдуль братья аншабдуль дают установку кара вечная аншабдуль мебаран братья и баран аншабдуль 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 аншабдуль